Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Кресло мэра за 10 миллионов рублей пытались продать мошенники. Сотрудники МВД России задержали аферистов, торгующих должностями. Экономия на сладостях и игрушках накопил на хадж. Десятилетний Саид Мухаммад воплотил мечту в реальности и посетил святые земли. О взрослом поступке маленького человека расскажем сегодня в выпуске. Курс на Красноярск. Сборная Дагестана по вольной борьбе сегодня вылетела на гран-при Иван-Ярыгин. Стать мэром за 10 миллионов. Сотрудники МВД задержали мошенников, которые пытались продать пост градоначальника одного из городов Дагестана. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По информации ведомства, с заявлением в полицию обратился житель Дагестана. Он сообщил, что двое доверенных лиц его знакомого предложили ему купить кресло мэра одного из городов Дагестана за 10 миллионов рублей. Молодые люди представились высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Настоящими полицейскими они были пойманы с поличным травматическим пистолетом и поддельным удостоверением судей арбитражного третийского суда на имя одного из фигурантов. Оперативными сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу задержаны трое мужчин, которых подозревают в покушении на мошенничество. В Дагестане за два года построят 11 мусороперерабатывающих заводов. Об этом заявил министр природы республики на совещании правительстве. Сейчас в регионе два действующих полигона в Кизляре и Избербаши. Туда свозятся отходы со всей республики. Однако, по мнению специалистов, они будут заполнены уже к 2022 году. В этой связи остро стоит вопрос строительства дополнительных полигонов в Махачкале, Дзербенте и Хасавюрте. В перспективе также будет рассмотрено строительство мусоросортировочных комплексов в Маграмкенском, Сулеймонстальском и Левашинском районах. В этом году мы планируем построить пять заводов. В следующем году добавят еще шесть заводов. Все соответствующие письма направлены в правительство республики Дагестан, в Министерство имущественных отношений. И мы по протоколу, который мы утвердили, совместно с нашими коллегами работаем. В Дагестане повысят нормативы на потребление электроэнергии. С такой инициативой выступила дагестанская энергоспытовая компания. Это, по мнению руководителя ведомства, должно мотивировать жильцов устанавливать в домах счетчики, чтобы потребление электричества стало прозрачным. Директор компании отметил, что в регионе на данный момент платить за электроэнергию по нормативам выгоднее, нежели ставить в доме прибор учета. Накопил на хадж самостоятельно. Герой нашего следующего сюжета – 10-летний мальчик. Четыре года назад его мама поехала в хадж без него. Это сначала расстроило мальчика, а потом вселило в него мотивацию, во что бы то ни было посетить святые земли. Так он поставил перед собой задачу собрать деньги на поездку. Чем все это закончилось, расскажет Хамза Нурмагомедов. На этом видео Саид Мухаммаду всего 6 лет. Разочарованный, что мама уехала в хадж без него, твердо решил, через два года поедет с ней, а для этого накопить деньги, экономя на сладостях и игрушках. Мечта стала реальностью. Правда, не через два года, а через четыре. Целеустремленный мальчик ступил на святые земли Мекки и Медины. На прошлой неделе мальчик вернулся домой. Он поделился своими впечатлениями. Саид Мухаммаду посчастливилось тронуть почитаемую Каабу и вдоволь напиться воды зам-зам. Каждый день шел в мечеть, аж оттуда ходить не хотелось. Хоть было холодно, хоть жарко было. Нравилось там посещать. Для поездки в паломничество подросток собрал 36 тысяч рублей. Конечно, ему в этом помогли родные и близкие, но больше всех поддержала мама. Она не планировала ехать с ним, но выпал удачный случай. Получилось так, что у нас рядом с работой есть ресторан «Канак». И там розыгрыш выиграла я. И изначально я им говорила, нет, я не поеду. Потом как-то ему тоже скидку сделали и решилась. Почему не поеду? Конечно, поеду. Он тоже так долго хотел. Саид Мухаммад сейчас учится в четвертом классе. Получает хорошие отметки. Следующая цель нашего героя – большой хадж. Мало он уже совершил. А стать он хочет, повзрослев, профессиональным хирургом. Помогать людям – его любимые занятия. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Выставка «Пунктиры памяти» открылась в музее имени Тахагоди. Виды, пейзажи, ландшафты, исторические места Дагестана конца 19-20 веков смогли увидеть присутствующие на старинных фотографиях. В познавательное путешествие «Прошлое Дагестана» через ретроспективу фотографий погрузилась и моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Мне хотелось просто показать, знаете, очень разновекторно, то есть максимально раскрыть, вот знаете, как изнутри взять и вот так вот раскрыть этот букет под названием «Дагестан». Показать каждый листик, каждое дерево, каждую тропинку, те места, половина вещей, половина строений, половина объектов, которые вы здесь видите, их не существует. В нем собраны фотографии, очень редкие, собраны фотографии Дагестана, очень разного. Его можно, условно, выставка можно подделить на такие разделы, как открытые храмы, места силы, крепости, оборонительные сооружения, исторические места, природные памятники. Почти вся выставка представлена в черно-белом формате. На фотографиях остановлены мгновения истории. Заброшенные аулы, древние святыни, места военных действий, кладбище шахидов и много других ценных фотографий, на которых запечатлены знаковые исторические события. Она посвящена последнему дню штурма аула Хульго, 22 августа 1839 года, когда все-таки штурмом это укрепление, вот это вот было взято. 80 дней держали оборону царские войска, небольшой отряд возглавивший шамильон, находился здесь и удерживали 80 дней. Что такое 80 дней для лета в горах, это вот кто знает, поймет. Перед нами два вида одного и того же места. Это кладбище, которое называется кладбище шахидов. Оно находится в селе Негимры. Оно привлекает сюда внимание всех своими необычными стеллами надмогильными. И здесь похоронены все те, кто сражался в период Кавказской войны. На территории Дагестана находится более 8 тысяч культурных и исторических памятников. Подобные мероприятия – это уникальная возможность окунуться в прошлое, увидеть его через призму фотографий, будто бы проходя по легендарным местам, овеянным трагической славой. Такая ниша какая-то, куда складываются надмогильные стеллы, которые находятся в округе и на дороге. Они все христианские. Вот, пожалуй, одна из самых известных рукотворных достопримечательностей Дагестана – черкейская ГЭС. Давшее название плотине «Большое село» вместе со своей самобытной историей, как Атлантида, осталось теперь на дне огромного водохранилища. Под толщей воды оказалась погребена память многих поколений. И вот этот черкей в предгорьях, не дающий Дабынакское, крупное село. Там был большой минарет, мечеть. Очень зажиточно жили люди. Сейчас вот, куда все ездят, Кослакский каньон, Кослакский каньон. Вы не понимаете, что вы по могилам-то катаетесь. Вот, фактически. Потому что ушло не только село, ушло это древнее кладбище. Ушли археологические захоронения огромные. Алина Багило, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Курс на Красноярск. Сборная Дагестана по вольной борьбе сегодня вылетела на гран-при Иван Ярыгин. В столицу Сибири команда отправилась с транзитом через Москву в составе 35 спортсменов, их тренеры и медперсонал. Напомню, что международный турнир пропустят действующие чемпионы мира Завору Гуев, Гаджимурат Рашидов и Абдуршит Садулаев. В их отсутствие тренерский штаб рассчитывает на успешное выступление молодежи на кону участия на чемпионате Европы. Соревнования в Красноярске стартуют в четверг. Первыми на ковер выйдут борцы трех весовых категорий до 57, 61 и 70 килограммов. Рассчитываем, конечно, побольше медалей взять, но на этом Ярыгинском у нас дополнительная задача открыть новые имена, потому что у нас молодежь очень сильная. Последний вагон должен запрыгнуть. Вот сейчас, кто выиграет Ярыгинский, вот они и дальше могут на Европу и дальше на Олимпиаду. В свое время Махач Муртазалил с молодежи пришел и вот так зацепился и поехал на Олимпийские игры. Очередная молодежная акция «Ночни утро с зарядки» прошла на стадионе поселка Бавтугай. Участие в ней приняли около ста человек. Несмотря на погодные условия, пробежка завершилась восхождением на местную достопримечательность, в народе прозванную «Горой Чап-Чах» у трех камней, где и состоялся завершающий этап. С целью укрепления здоровья молодого поколения местные жители выразили пожелание, чтобы спортивно-массовые мероприятия стали регулярными. Спорт – это неотъемленная часть нашей жизни. Также и спорт приветствуется и в религии, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»